Здравствуйте! В эфире программа «Семь минут». Сегодня о школе молодежного предпринимательства в Рязани, о том, как она работает и чем может помочь будущим бизнесменам. У нас сегодня в гостях Екатерина Тимохина, руководитель программы развития молодежного предпринимательства. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, как давно работает эта программа? Сама программа существует в Рязанской области с 2011 года, а начали мы к ней готовиться с 2009 года. Был образован проект, обучающий школу молодежного предпринимательства. И вот в связи с тем, что школа послужила таким неким стартом очень сильным, когда молодой предприниматель имел возможность получить знания, необходимые для открытия собственного дела, и после этого его необходимо было сопровождать, до этого необходимо было как-то тоже подготовить к участию в школе предпринимательства, появилась необходимость создания как раз программы развития молодежного предпринимательства в нашей области. А что представляет собой школа предпринимательства и как туда вообще можно попасть? Это бесплатный образовательный курс, рассчитан на 2-3 месяца обучения. Есть очный вариант, есть дистанционный вариант. Дистанционный вариант в основном ориентирован на жителей муниципальных образований, так как им очень проблематично приезжать сюда в Рязань на 2-3 раза в неделю на бесплатное обучение. Занятия проходят в очень интенсивном режиме, ведут занятия только предприниматели, действующие, имеющие опыт преподавательской деятельности, и которые готовы делиться своими знаниями, выступать в дальнейшем в качестве наставников. Какие навыки могут ребята получить? Различные. Начиная от команды образования или от простых познаний, что нужно знать в налогообложении, юридических вопросах, уже до сложных вопросов принятия решений, построения системы в бизнесе. Мы курс выстраиваем таким образом, чтобы слушатели этого курса попали сразу в такие достаточно серьезные условия и попробовали проверить свою бизнес-идею на прочность. И вот результат показывает, что больше 50% наших выпускников дело свое открывают. Наверное, не зря мы такие условия ставим жесткие. Скажите, с чем чаще всего приходится сталкиваться молодым предпринимателям и как вы им помогаете? Можно пример привести? У всех разные сложности. Кому-то нужны просто базовые знания от того, какую систему налогообложения выбрать, например, или какую форму юрлица лучше подобрать именно для этого вида деятельности, до каких-то более сложных вещей, разработка коммерческого предложения, например, или как правильно выстроить систему продаж в организации. Ведь с чего бизнес начинается? Именно с продаж. Если продаж нет, то и как бы на что жить? Деньги-то тратить можно, а вот надо их как-то зарабатывать. Очень много вопросов по поводу финансовой поддержки. Здесь мы рассказываем, какие варианты есть. Есть возможность получения господдержки, есть возможность получения микрозаймов у фонда поддержки предпринимательства из Львовской области, есть возможность получения поручительства. С банками мы очень плотно работаем. Я работаю со всеми достаточно крупными банками. Мы просматриваем, какие у них есть предложения для начинающих предпринимателей. К сожалению, пока почти никто не кредитует. На старте деятельности есть только одна программа, Сбербанк России, а так больше, к сожалению, пока нет. Может быть, появятся. Ждем очень. Сейчас проходит фестиваль «Энергия бизнеса». Расскажите, чему он посвящен? Мы уже третий год проводим такой фестиваль. Одна у нас задача стоит – это показать людям, что, во-первых, есть такой праздник, где им предпринимательство, предпринимателям быть престижно. И можно быть, это сложно, но это очень интересно и увлекательно. И вот в рамках фестиваля мы в этом году организовали совершенно другую программу. Мы сделали квест по предпринимательским компетенциям, чтобы те люди, которые задумывались на данный момент об открытии своего дела, могли прийти и попробовать себя уже как бы вот на прочность. От идеи до написания бизнес-плана. Также мы привезли известного, как бы уже в больших кругах, бизнес-тренера Баррия Альбасова-младшего. Он очень рекомендован федеральному агентству по делам молодежи. Он работает с федеральной программой предпринимателей, преподает постоянно на Селегере. Очень хороший консультант по стартапам. Очень сильно мотивирует. А на начальном этапе самое важное – это мотивация и желание реализовать свою бизнес-идею. Вы говорили о Селегере. А что будет в этом году? В этом году будет юбилейный Селегер. И нам приятно, что до сих пор организаторы оставляют смену предпринимательства одной из ключевых. Разработана интересная образовательная программа, которая направлена в основном на начинающих предпринимателей. Но те, которые уже стартовали, работают год-два, я думаю, что им тоже будет интересно поехать на эту смену. Сама смена пройдет в конце июля. И зарегистрироваться на нее нужно уже сейчас. Потому что там будут выложены некие задания, которые участник должен заполнить и пройти конкурсный отбор. У нас небольшая квота на регион. Поэтому все, кто хочет, пусть поторопятся на данный момент. Расскажите, как работает сообщество молодых предпринимателей? У нас в Тресанской области уже 4 года данное наше сообщество работает. И с каждым годом все больше молодых предпринимателей приходит за тем, чтобы познакомиться с такими же молодыми амбициозными, проходить обучение, общаться, знакомиться, помогать друг другу. Но в том числе, и вот последний год это более заметно, ориентир на поддержку начинающих, таких же, как и они. И сейчас Ассоциация молодых предпринимателей очень плотно работает с проектом школы предпринимательства. Выпускаясь, выпускник школы предпринимательства попадает в сложную ситуацию. Какие-то заботы по открытию, собственно, дело, куча вопросов, на которые необходимо получить ответ. И здесь они могут обратиться именно за наставничеством к кому-то из предпринимателей в ассоциации. И мне очень приятно, что они сейчас очень открыто и с огромной радостью поддерживают тех, кто находится на старте деятельности. И, кстати, все выпускники школы предпринимательства имеют возможность попасть в ассоциацию предпринимателей, оформить в юридическое лицо. После того, как они оформляются, мы их сразу принимаем к себе с распростертыми объятиями и показываем, какие возможности перед ними открываются. Расскажите о ближайших ваших планах. В ближайших планах у нас реализация непосредственно федеральной программы «Ты предприниматель», которую мы с этого года реализовываем в Рязанской области. Эта программа действует уже несколько лет по всей России, уже успешно реализуется в более чем 45 регионах России. У нас уже есть свои наработки, свой опыт работы в сфере молодежного предпринимательства. Но думаю, что как раз поддержка со стороны коллег с Москвы нам очень здесь поможет. Также выделяется финансовая поддержка, и мы имеем возможность более активно поработать с муниципальными образованиями, потому что не всегда есть возможность просто даже трансферные какие-то расходы оплатить, вот преподавателя отвезти туда, даже если он бесплатно готов это сделать. Также мы сможем сделать набор на школу предпринимательства, не 30 человек, как мы обычно делаем, а разработать несколько курсов, ну, подобных школе. Мы школу оставим как такой вот более интенсивной площадкой, уже для тех, кто же все окончательно решился и готов начинать свое дело. Вот, а именно обучать бизнес-планирование, обучать тому, как вести свой бизнес, как его организовать. Мы продумываем, я сейчас вот разрабатываю с коллегами несколько курсов, образователей, которые будут очень схожи с школой предпринимательства, но направлены на разные целевые аудитории. Есть одна по профориентации у нас программа, то есть ориентированная студенческую аудиторию, студенты старших курсов, приходя на эту образовательную программу, вот она с сентября месяца начнется, имеют возможность получить, во-первых, знания необходимые, навыки, проработать свою бизнес-идею уже до такого типового бизнес-плана, и если они решат, что они хотят начать свое дело, подать заявку на школу предпринимательства, там пройти краткое обучение тоже, открыть свое дело, например, в декабре месяце, и уже писать свою дипломную работу непосредственно по своему бизнесу. И с некоторыми вузами у нас даже такая договоренность есть. Я надеюсь, что мы воплотим эту идею, она нам очень нравится всем, и вот то, что уже сейчас такие возможности открываются, мне самой очень приятно, потому что многие хотят попасть на обучение, но, к сожалению, не попадают из-за того, что есть конкурсы, есть квоты, и мы не всех можем взять. В этом году возможности больше, надо просто пользоваться и не ждать, пока тебя позовут, а идти самому пробиваться. Спасибо, что к нам сегодня пришли. На этом наша программа подошла к концу. Хочется добавить крылатую фразу известного бизнесмена Говарда Шульца. Если у вас не было шанса, значит, вы им не воспользовались. Не упускайте свои возможности. Успехов вам и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!